ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он несомненно совершает деяния равносильной жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. Ну чушь какая-то. Вот за моей спиной очередная новинка вражеского военно-промышленного комплекса. Бабки не ходи, что это Днепропетровский Южмаш. Это беспилотник Сокол-300. Или Сокол-300 на МОВе. Который показали буквально недавно. Сокол-300. Оснащенная эта машина, создана на базе крылатой ракеты «Нептовым», тоже самостийное развитие советской противокорабельной ракеты. Только, конечно, нереактивный двигатель здесь. Здесь он поршневой, он с пропеллером. Это фактически большая аэроторпеда. Дальность, радиус действия вот этой вот заменителя крылатой ракеты 3000 километров. Это же многоразовая. Она же не только таранить может, она должна возвращаться. Она несет 4 противотанковые ракеты. Это серьезная нагрузочка боевая. 300 килограмм у нее вообще, так сказать, боевая нагрузка. Она может отстреляться и вернуться. Да, 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 конечно. Летит на высоте 12 километров в крейсерском режиме. Она видна, ее можно сбить. Но, как мы видели недавно, ведь долетели же до Нижнекамска, до Елабуги, переоборудованные легкомоторные самолеты «Серебряная лисица». 1200 километров прошли, в ПВО их не заметил. Так что, вот она новая серьезная гроза. Дело касается же не только Белгорода. Если у нашего оппонента появляется такая техника, как «Сокол-300», то он может достигнуть цели уже не просто на Урале. А на Восточной Сибири отбомбиться и, так сказать, даже иногда вернуть свой аппарат назад. Хотя никогда что-то сбивается. Но вы представьте себе, что такие «Сокол-ракетоносцы», многоразовые, беспилотные, будут пойти в атаки совместно с предостаточно примитивными, но дальними дронами, баражирующими бомбами типа «Коса». Или вот сейчас появятся дестинаторы, нам обещают, с дальностью 200-2000 километров, которые тоже уже за уральских целей будут достигать. Вы уже видели в Татарстане «Татарии» действие «Серебряной лисицы», переоборот дрона, который был сделан из легкомоторного самолета. Это, кстати, совсем невидимое. Что сейчас нужно мы делать? У меня есть такой вот совет, что ли. Вот вы, власть имущая, вы понимаете, перед лицом какой угрозы вы сейчас стоите, немцы, в войну, дотянулись максимум до, вот их бомбардировщики, дотянулись максимум до Ярославля и Горького, который нижневного, газ они сильно в 43-м году разбомбили, очень сильно вывели из строя. Сейчас вы получаете, пусть меньшую по масштабам, угрозу, так сказать, вот в виде таких вот дронов, бомбардировщиков, роботов-камикадзи. Вот сейчас бы, вам бы, не доверяя, Кремлю я посоветую, не доверяя никаким докладам Шойгу, взять несколько беспилотников «Ариона» с разных направлений, запустить на Москву. Пройдут они или нет? Просто проверить, не оповещая Минобороны, просто устроить проверку ПВО. Сколько из каких-нибудь дальних дронов «Арион» долетит до какого-нибудь Жуковского подмосковного. С разных направлений. Почему? Я сильно подозреваю, что у нас уже в нашем ПВО, у нас очаговое ПВО, у нас нет сплошного радиолокационного поля. Ну, это очень вообще было трудно, это в Советском Союзе там трудом сделали. То есть, если ты преодолеваешь по западной границе некие такие, так сказать, полосы, типа пояса Камхубера, такого аналога немецкого пояса Камхубера радиолокационного, то дальше внутри ты можешь обходить пятна радиолокационного, вот эти поля работы наземных РЛС, вот, и пролетать достаточно далеко. Вы хотя бы истинную картину установите при начале. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Есть у них и другая артиллерия, да, есть и дроны, которые можно издалека запускать. Павел, вы участвовали весной 2022 года в походе российской армии на Киев. Мы уже стояли на пороге столицы Украины или Малороссии. Почему мы ушли от Киева? В чем, по-моему, по вашему мнению причины? Что помешало? Есть вот то, что вы сказали, да, там мы стояли под Киевом, вот мы могли зайти в Киев. Это заблуждение, которое я очень часто встречаю. Киев как таковой мы победили в первую неделю. Мы его, напомню, ну просто в Гастомеле уже были, везде были, взяли фактически, да. Украину мы как таковую победили в первые два-три сколько там дней, когда взяли Гастомель. Я знаю военных, которые там были и были в ужасе от того, что им было приказано оттуда уйти. Я лично знаю этих людей. И как свидетель тех событий готов опровергнуть. Значит, когда мы, я заехал, контракт подписал 23 февраля, 24 началось СВО, то есть за сутки. Но на территорию боевых действий я попал 2 марта. И когда наша колонна двигалась, я насчитал 6 колонн сожженной бронетехники, там сгоревших солдат внутри видел, еще их там не убрали, не эвакуировали. Потом пошли сведения с передовой, с Гастомеля, с Ирпеня, с Бучи о том, какое кровавое месиво там началось. Дело в том, что, опять же, рассуждая о глупости и измене, нас там ждали. Нас там ждали и малыми силами оказали сопротивление настолько ожесточенное, что мы умылись там кровью. Мы там потерпели ряд таких, может быть, не катастрофических поражений, но достаточно крупных поражений. Особенно ребята из десанта, из подразделений ГРУ, которые передовые наступали, они понесли тяжелые потери. Достаточно тяжелые, я не буду там в целях, чтобы не дискредитировать. История все равно ответит на эти вопросы рано или поздно. То есть мы ушли оттуда вынужденно, и Путин еще так красиво завернул, как будто это еще жест доброй воли. Поэтому тут мастерски, да, как тут дипломат. Дипломат, он, конечно, у нас непревзойденный, он завернул это все. И мы еще вышли, как такие добрые ребята. Ладно, мы Киев там не будем захватывать. Но на самом деле там было очень горячо, там было прям, ну, жарко. Ну и поэтому, окончательно отвечая на вопрос, то есть мы не стояли под Киевом, что вот-вот мы могли зайти. Нет, мы там потерпели ряд серьезных поражений, понесли потери. И, сохранив лицо, Владимир Путин там через истамбульские договоренности эту группировку тихонечко переместил на Харьковское направление. И уже отдохнув после Киева, а я там получил простудное заболевание, месяц я дома побыл и вернулся уже на Харьковское направление. Нам только говорили, надо знак какой-то подать, что вот Россия действительно намерена пойти вот на решение этих вопросов мирным путем. Надо войска отвезти от Киева. Отвели. И где они сейчас в Киевской области? Их нет. Почему? Потому что получили пиздец. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги. Спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы. Субтитры создавал DimaTorzok